Расходы на спортивные мероприятия и подготовку к ним в регионе увеличены вдвое. Причем областному бюджету такая мера поддержки ничего не стоила. Оказалось, что достаточно просто перераспределить средства и никаких дополнительных вложений не потребуется. Если конкретно выросли суточные для спортсменов расходы на питание и проживание во время поездок на соревнования, на тренировочные сборы, и это далеко не полный список. Нина Ванина подробнее. Умножили на двое и довели до среднего по стране показателя. Дмитрий Шляхтин объясняет, к этому шли не один год. Суммы, заложенные по старым нормам, давно не отвечают реальным ценам. Теперь, к примеру, отправляя спортсменов на соревнования, в день на человека только на жилье выделят до 1200 рублей, а не 550, как раньше. Плюс питание на всероссийском мероприятии 800. Раньше часть этих расходов родители были вынуждены брать на себя. Не каждая семья могла себе это позволить. У нас были такие случаи, когда родители сами диктовали нам, на какие мы соревнования поедем, а на какие мы соревнования просто физически или финансово не можем этого сделать. Но этого неправильно, это не должно быть. Поэтому сейчас из-за того, что вот эти нормы сменились, конечно же, это будет... Мы вздохнем. Это будет очень хорошо. Жилье и обеды для спортсменов далеко не полный список статей расходов. Сюда же войдут траты на аренду спортивных сооружений, обеспечение медикаментами и, что немаловажно, вырастет и судейская оплата труда. Но самое главное, конечно, улучшатся условия подготовки спортсменов. Перспективные уезжать из области не захотят. Почему от нас едут, почему от нас перспективные уезжают, потому что мы не обеспечиваем достаточный уровень ни содержания, ни обеспечения. Должны четко понимать, что спортсмену положено как минимум четыре пары кроссовок, два костюма. Не его обязанность и задача это приобретать, это задача федерации, это задача Минспорта. В планах на будущее создание центра экипировки. Начнут с централизованной закупки формы. Потом создадут единообразную для сборной области. Нынешние же повышения расходов на региональной казне не скажутся. Спортивным федерациям предоставили право самим решать, в каких соревнованиях принимать участие, на что в рамках выделенного им бюджета потратить средства. Напомним, региональные расходы на основные виды спорта значительно выросли. Только в этом году на одну легкую атлетику вместо двух миллионов, как было в прошлом году, выделено девять. Нина Ванина, Александр Каракулько, Новости губернии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова